Болевой синдром в урологии. Это тема этой лекции. Мы поговорим сегодня об урологии и о тех заболеваниях органов мочеполовой системы, которые обычно сопровождаются болями. Эту лекцию мы попросили подготовить для цикла для амбулаторных хирургов. У нас в симуляционном центре больницы Водкина проводится каждый месяц цикл, посвященный заболеваниям опорно-двигательного аппарата. И в рамках этого цикла я каждый месяц читаю эту лекцию. Мне она представляется не безинтересной не только для амбулаторных хирургов, но и в принципе для врачей любой специальности. Потому что я, как и многие из моих слушателей, в течение многих лет работаю в своем кабинете узким специалистом. Я уролог. И далеко не всегда я представляю, чем занимаются, допустим, мои коллеги-гинекологи, которые сидят у меня через стенку. Или чем занимаются хирурги, которые сидят у меня напротив, через коридор, в той же консультативном центре. Поэтому, по крайней мере, я хочу сегодня рассказать о том, чем занимаюсь я и с какими пациентами приходится иметь дело, с какими заболеваниями приходят ко мне на прием пациенты. Но отталкиваться мы будем именно от болей, от болевого синдрома. То есть мы сегодня поговорим о тех заболеваниях, которые сопровождаются болями. Нужно сказать, что мне повезло. И последние 20 лет я работаю, имея УЗИ-аппарат в своем кабинете. И я считаю, что это в настоящее время стало основой физикального осмотра. То есть, по сути, в настоящее время пальпацию, аускультацию мы можем спокойно заменить на исследование с помощью ультразакового аппарата. И это история, которая будет очень бурно развиваться в самом ближайшем будущем. Если мы посмотрим на те методы инструментальной диагностики, которые мы имеем в настоящий момент, это рентгеновские методы, магнитно-резонансная томография, компьютерная томография и УЗИ, то мы поймем, что мы никогда не будем иметь портативный МРТ-аппарат, или компьютерную томографию, или даже рентгеновский аппарат у себя в кабинете. А вот УЗИ-аппарат – это наша сегодняшняя реальность. Они становятся все более дешевыми, все более доступными. И повсеместно ультразвуковая диагностика переходит из рук врачей и учевой диагностики в руки врачей и клиницистов. По сути, это у нас с вами, урологов, хирургов, гинекологов и так далее. И для этого явления придуманы разные термины. Есть названия BadSide Ultrasound, Clinical Ultrasound, Emergence Ultrasound, Point of Service Ultrasound. И самое распространенное – это Point of Care Ultrasound. То есть это ультразвук, который выполняется непосредственно во время первичного приема врачом-специалистом. И статья, которую я вот с удовольствием привожу, которая очень часто цитируется, это статья 2014 года, которая говорит о том, что вот этот клинический ультразвук, как это по-русски называется, да, или Point of Care Ultrasound, это, по сути дела, современный аналог аускультации с помощью стетоскопа. И суть этой статьи в том, что мы сейчас переживаем революцию. То есть точно такую же, которую в свое время произвел стетоскоп, когда он появился в врачебной практике. И сейчас ультразвуковая диагностика становится, по сути, основой осмотра, физикального осмотра на приеме врача-специалиста. И я хочу сказать, что по состоянию на прошлый 2018 год 68% американских медицинских вузов, да, Medical School, включили в программу первого курса обучения, в программу первого курса обучения включили ультразвуковую диагностику. 68%. То есть студенты-медики изучают ультразвуковую диагностику одновременно с изучением анатомии и физиологии, да, и тренируются друг на друге. Вот как показано на вот этом слайде. И я хочу сказать, что вот еще недавно мы видели такие вот аппараты, как показано вот сверху слева. И у меня такой аппарат был несколько лет, Алока, такая портативная, да, с убирающимися, вот, собственно говоря, такая крышка, на ней же все органы управления, вот, и вышепереносной аппарат. А в настоящее время мы приходим к тому, что эти аппараты становятся все более и более, так сказать, удобные и доступные и дешевые и маленьких размеров. И вот на нижнем слайде справа показан прибор Philips Lumify. Вот я вот недавно видел на выставке, подержал в руках, поинтересовался стоимостью. Стоимость вот такого прибора составляет 600 тысяч рублей на данный момент. Это УЗИ-датчик, который подключается к любому устройству на платформе Android. Да, это может быть телефон, это может быть планшет. И, соответственно, он позволяет выводить на экран ультразвуковое изображение. То есть не требует никакого дополнительного оборудования. То есть, по сути, вы покупаете только датчик, все остальное уже, так сказать, вы можете скачать бесплатно. Вот, я думаю, что эта идея, она очень бурно будет развиваться в ближайшие годы. И, естественно, что такие приборы, они будут стоить все дешевле и дешевле. Так что, сегодняшний наш разговор о заболеваниях органов мочевой системы и о диагностике, да, он будет некий такой медиклон в сторону ультразвуковой диагностики, поскольку, еще раз повторюсь, сейчас это замена физикального осмотра. Да, то есть мы уже не пальпируем там и не выстукиваем почки, да, мы можем всегда поставить датчик и посмотреть, что там происходит, а потом уже беседовать с нашими пациентами. И в любом случае нужно понимать, что ультразвук – это часть, да, то есть часть процесса диагностического. То есть ультразвук – это не какое-то отдельное исследование типа анализа мочи или анализа крови. И в любом случае сначала мы должны собирать анамнез, потом уже осматривать пациента, потом выполнять ультразвук. Это идея, которая, ну, вроде бы она очевидна, но она совершенно не очевидна для наших многих коллег, и хирургов, и урологов, и гинекологов. По крайней мере, я с этим сталкивался. Я после получения сертификата по УЗИ год отработал врачом УЗИ в приемном покое нашей больницы, больницы имени Спецботкина, и могу сказать, что сталкивался с тем, что не понимают наши коллеги, что невозможно сделать просто УЗИ. То есть УЗИ – это не какое-то исследование типа утренгенографии грудной клетки или там анализа мочи. То есть УЗИ – это, как вот есть такое выражение, УЗИ – это поиск ожидаемого. То есть мы должны перед началом исследования понимать, что мы должны именно у этого пациента исключить или подтвердить. Потому что для каждой ситуации существует свои, так сказать, наборы небольших каких-то признаков для каждого заболевания. И это не исследование, которое выполняется по стандартному протоколу. То есть это всегда выступление по произвольной программе, как в фигурном контане. Поэтому нужно очень четко понимать, что мы хотим увидеть, что мы хотим найти, что мы хотим исключить. Потому что от этого зависит алгоритм работы, собственно говоря, УЗИ врача или врача, который выполняет УЗИ исследования. Ну и теперь, собственно, мы переходим непосредственно к теме сегодняшней лекции «Болевой синдром в урологии». Я расскажу о, соответственно, болевом синдроме и тех заболеваниях, которые вызывают этот болевой синдром. И, собственно говоря, это можно разделить на 4 части нашу лекцию. То есть первая часть посвященная будет боли в поясничной области, то есть боли связаны с заболеванием почек. А вторая часть – это боли в надлобковой области, то есть заболевания связаны с мочевым пузырем и простатой. Третья часть – это боль в мошонке. И четвертая – это боль в половом члене, очень коротко. Ну и, собственно, начнем мы с почечной колики. Почечная колика – это, конечно же, самый яркий болевой синдром, который вообще существует в медицине. Это нужно очень хорошо понять, запомнить, потому что более яркой картины клинической, наверное, в медицине нет. То есть мы, работая, вот, допустим, я работал много лет, больше 10 лет в приемном покое, я хочу сказать, что процентов 70-80 всех поступлений по скорой помощи – это именно почечные колики. И скорая ошибается крайне редко, потому что картина – это очень характерно. это острая боль, внезапно возникающая, которая сопровождается тошнотой, иногда рвотой, вплоть до такого, практически, потери сознания. И боль она сравнима по интенсивности, наверное, только с инфарктом миокарды, и она имеет тот же генез. То есть боли эти возникают из-за остро наступающего нарушения микроциркуляции в почке, которая, в свою очередь, возникает из-за закупорки ночиточника и резкого повышения внутрилоханочного давления. То есть у нас повышается давление за счет того, что моча вырабатывается, а выходить ей некуда. Паренхема почки оказывается сдавлена между расширенной собирательной системой почки и капсулой. И, собственно говоря, вот эта ишемия, она и объясняет характер вот этих болей и их интенсивность. И боли могут быть очень сильные. Я могу сказать, что наш коллега, доктор нашей больницы, рассказывал, что он сел на 12-м этаже в лифт с некоторыми какими-то непонятными ощущениями в области почки, в поясничной области, а на первый этаж он приехал, сидя уже на полу. То есть боли настолько сильные, что до головокружения он практически сел на пол и приехал на первый этаж уже в таком положении. То есть боли действительно очень сильные и очень характерные. На правом изображении мы видим и радиацию болей при почечной колике. Ну, здесь нужно сказать, что, конечно, здесь нарисована какая-то идеальная картина, то есть более радиирующая область пупка, более радиирующие правое подреберье, более радиирующие по передней поверхности бедра и так далее. В реальной жизни мы видим что? Мы видим либо боли в поясничной области, причем нужно понимать, что болит именно почка, болит не камень, да, болит именно почка. Либо эти боли сопровождаются с ощущением неполного поражения мочевого пузыря, ощущение, что нужно пойти помочиться, иногда болевые ощущения в области головки полового члена и в соответствующей половине мошонки, то есть боли могут быть в яичке. И для нас, для урологов, это очень хороший прогностический признак. То есть это говорит о том, что камень находится в нижней третье мочеточника и, скорее всего, он в ближайшее время выйдет. То есть когда к нам приступает пациент, у которого есть жалобы на боли в поясничной области, тошнота, рвота и при этом частый пазл его в туалет, скорее всего, камень у него находится уже практически на выходе из мочеточника в мочевой пузырь и по УЗИ это как раз можно хорошо увидеть при условии того, что мочевой пузырь будет наполнен. То, что очень коротко о составе камня, нужно сказать, что в подавляющем большинстве случаев эти капни содержат кальций, то есть они рентген-позитивные, они видны на рентгене, на компьютерной томографии, и камни, которые можно растворять с помощью определенных препаратов, они составляют минимальную долю из этих камней. Это так называемые уратные камни. Вот на этом сваде они составляют 5% от всех камней, а в реальности, наверное, даже их еще меньше. То есть камни из мочевой кислоты это единственные камни, которые можно растворять с помощью каких-то препаратов. Большинство камней 95% растворить нельзя. Но, с другой стороны, есть большой плюс. Большинство камней, которые вызывают почечную колику, как правило, выходят самостоятельно. И, в общем-то, в небольшом проценте случаев требуется какое-то медицинское вмешательство. Ну и, собственно, вот вопрос, который всегда возникает, что делать в случае возникновения почечной колики. Нужно понимать, что самая главная наша задача – это обезболить. То есть боли очень сильные, поэтому основная задача при почечной колике – это снять эти болевые ощущения, облегчить состояние больного. И препарат, которым я пользовался на протяжении многих лет, рекомендую всем – это вот кетанал. Оптимально его, так сказать, иметь при себе в виде ампул, которые уже находятся в растворенном виде. То есть достаточно его набрать и ввести пациенту, чтобы снять вот эти интенсивные боли как-то облегчить его страдания. Если мы отпускаем пациента на так называемую камнеизгоняющую или литокинетическую терапию, то мы обычно назначаем несколько препаратов, которые облегчат этот процесс. То, что в западной терминологии носит название концепция AAA, то есть это антиинформейтори, это вот кетанал, эндомитоцин, вольторен и так далее. Это альфа-блокаторы, в частности Омник или Урорек, то есть препараты, которые снимают спазм гладкомускулатуры и способствуют отхождению камня. И это антибактериальная терапия, то есть притараты, которые препятствуют развитию острого обструктивного пио-нефрита. Но вот эти препараты, антибактериальные я их сделал через пробел, потому что они на самом деле требуются далеко не всегда. Мы знаем, что очень часто моча инфицирована в мочевом пузыре у женщин. И, соответственно, у них есть смысл назначать вот эти препараты для того, чтобы не возник, соответственно, обструктивный пио-нефрит. У мужчин на фоне отхождения камня обструктивный пио-нефрит возникает крайне редко. Крайне редко. И, как правило, это пациенты, у которых были какие-то вмешательства раньше на верхних мочевых путях, и, соответственно, у которых мы можем подозревать то, что есть инфицирование мочи, то есть то, что там есть присутствует бактерии. Тогда есть смысл назначать антибактериальные препараты. Обычно это фурамак, фурагин или максиклав. И, соответственно, снизу мы видим приведена обычная схема, которую я использую много лет для того, чтобы облегчить отхождение камня. Это омник по одной капсуле утром, нож по по 2 таблетки 3 раза и кетонау в виде свечей по одной свече 2 раза в день. То есть обычно это назначается на период в 10-15 дней, для того, чтобы, соответственно, камень мог выйти. То есть если камень не выходит в течение 10-15 дней, то, соответственно, мы уже думаем о том, что, скорее всего, он уже не выйдет, и тогда мы больного госпитализируем для удаления камня уже хирургическим путем, скажем так. И слева вы видите изречение Юрия Антона Чапытина. Мне повезло, я заставил его в живых. В 1997 году я проходил субордиатуру, то есть это был шестой курс института в клинике имени Франштейна. Это урологическая клиника первого медицинского института или Московской медицинской академии на тот момент. Вот тогда, соответственно, это изречение, оно было в виде такого рукописной таблички, скажем так, самодельно. Сейчас, в общем-то, с портретом Юрия Антона Чапытина, это изречение уже, как говорил Медведев, отлитого в граните. И вот оно гласит, что камень гонит не моча, а умение врача. Но в мое время, когда мы учились в институте, там было снизу приписано ручкой, мелким таким шрифтом, что камни гонят не врачи, а давление мочи. Сейчас, я думаю, такой надписи уже нет. Не те времена. Ну и, собственно говоря, как я и обещал, ультразаковая картина почечной колики. Здесь мы видим очень характерный вид собирательной системы почки. Она расширена. И мы вот на правом, на левом, вернее, изображении видим конкремент. То есть это гиперогенное образование с такой жирной акустической тенью широкой, дорожкой, которая говорит о том, что это действительно камень. И выше, да, в отношении мочевых путей, выше мы видим расширение собирательной системы. Но в данном случае еще и с таким вот гиперогенным, так сказать, компонентом, да, скорее всего, это гной в полости лоханки. Вот. И на правом изображении, на крайнем правом изображении, мы видим так называемый симптом указательного пальца. Да, то есть там как бы почка показывает указательным пальцем, где находится камень. Ну, сейчас практически мы уже не выполняем эскреторную урографию. Это уже все ушло в прошлое. Я могу сказать, что в последние лет 10 уже во всех случаях мочекаменной болезни и при наличии камня в мочеточнике мы пополняем мультиспиральную компьютерную томографию с внутривенным контрастированием. То есть это стало стандартом. То есть вот такие эскреторную урографию выполняют сейчас крайне редко. И вот эти термины, то есть в частности симптом указательного пальца, да, они, в общем-то, уходят, уходят в прошлое. Очень важный момент, который нужен не только урологам, но и вообще всем врачам, да, для понимания, какого размера камни мы можем увидеть при ультразвуковом исследовании. Вот я тут привожу цитату из руководства Дональда Смита 13-го года. Это какое-то, по-моему, 18-е издание. То есть это не какое-то старое 80-е годы в заключении, да, это, в общем-то, относительно свежая относительно свежая монография, где написано, что мы можем увидеть при ультразвуковом исследовании камни размером от 5 мм. То есть 5 мм и больше, это предел возможности ультразвукового исследования как метода. Поэтому все заключения, где описываются камни размерами 2 на 3 мм, 1,5 мм, 4 мм, можно смело, в общем-то, игнорировать и объяснять пациентам, что это не камни. Это не камни, это не очень грамотное заключение УЗИ-врача, потому что для нас, для урологов, это настоящий бич. Ежедневно практически к любому урологу приходят пациенты с вопросом, что мне делать, у меня там множественные камни 2 мм, или у меня песок в почках, в кавычках, как пишут наши УЗИ-врачи. Вот, то есть нужно понимать, что 5 мм это предел. Это такая больная тема для всех урологов, и у нас вот была конференция, посвященная методам визуализации урологии, года 2 назад, и на ней выступал наш замечательный профессор Амосов Александр Валентинович, который выступал с таким программным докладом, который назывался «Ультразвук в урологии вчера, сегодня, завтра». И вот он тоже сказал, что 5 мм меньше мы камни увидеть не можем, физически это невозможно. И мы, говорит, не устаем об этом говорить на каждом цикле повышения квалификации, но обязательно, когда мы читаем такой цикл, станет какая-нибудь дама лет 50, в перманенте, с накрашенными губами, ногтями, скажет, что вы на своем аппарате не видите камни 2 мм, а я вижу и буду писать. И вот хоть ей колу на голове чеши, она все равно действительно будет писать. И я могу сказать, что я работал в свое время в районной поликлинике, в которой из 25-30 пациентов, приходящих на прием, примерно у 10, повод для обращения к урологу было именно заключение УЗИ врачей, где было написано «Множественные камни 2 мм». Мне приходилось практически по 10 раз в день объяснять, что это неправда, что это нельзя увидеть, что не нужно обращать внимание на это заключение. И это, в общем, такой наш бич, бич наш урологов. Поэтому у меня большое пожелание ко всем. Запомните, это 5 мм, это предел возможностей УЗИ-метода для выявления камней почек. Корловидные камни встречаются относительно редко. Как правило, это камни воспалительного генеза, и они имеют очень характерную картину. Они заполняют собой всю собирательную систему почки. И вот справа мы видим макропрепарат. Слева видим макропрепарат, удаленные почки с кровавидным камнем. А справа мы видим соответствующую картину на ультразвуке. Но нужно сказать, что не всегда вот эта картина соответствует наличию кровавидного камня. к примеру, эмфизоматозный пионефрит, он и будет иметь точно такую же картину. То есть яркое гиперохагенное образование с широкоакустической тенью. Это, в общем-то, чаще всего соответствует наличию кровавидного камня. Такие камни редко вызывают острые боли, то есть это могут быть какие-то тянущие боли в поясничной области. И боли связаны не столько с обструкцией, то есть не столько с нарушением оттока мочи, сколько с сопутствующим воспалением. Воспаление, которое развивается из-за наличия так называемой урезопродуцирующей флоры. То есть эти камни, они образуются именно из-за наличия урезопродуцирующей флоры. То есть бактерии, которые щепляют мочевину до аммиака и, соответственно, приводят к образованию фосфатных или струвидных камней. Лечение этих камней в общем-то такая очень одна из самых сложных задач для эндурологов. И нередко таких пациентов мы оставляем под наблюдение. То есть мы им объясняем, что, вы знаете, в вашей ситуации лучше ничего не делать и жить спокойно, наблюдаться с этими камнями. И у меня есть пациенты, которые наблюдаются в течение 10-15, а то и 20 лет. То есть они раз в году появляются, мы констатируем, что да, есть камень, есть воспаление вялотекущее. И, в общем-то, продолжаем дальше их наблюдать. Ну, здесь на вот этих рентгенограмме представлены вот такие, в общем-то, эксклюзивные кадры. Это вот камни крыловидные, которые занимают практически всю почку, всю собирательную систему почек справа и слева. Ситуация, о которой я уже говорил, когда у нас возникает почечный колик, и одновременно мы слышим от пациента, что у него есть постоянные позывы в туалет, то есть у него есть постоянное желание сходить в туалет, у него есть ощущение, что мочевой пузырь полный от мочи там совсем чуть-чуть. Вот это ситуация, которая нас, урологов, всегда радует, потому что она чаще всего говорит о том, что камень на выходе. Нужно понимать, что самое узкое место мочеточника это область вхождения мочеточника в мочевой пузырь, вот так называемый югстовизикальный и интрамуральный отдел мочеточника. То есть югстовизикальный это то, что находится около стенки мочевого пузыря, интрамуральный, то есть это непосредственно та часть мочеточника, которая проходит через стенку мочевого пузыря. Здесь камни застревают чаще всего и связано это с чем? Связано это с наличием клапанного механизма, который находится в устье мочеточника и который в норме у нас у всех препятствует забросу мочи из мочевого пузыря обратно мочеточника в почку. Поскольку это клапанный механизм он достаточно узок, то соответственно в этом месте камни очень часто задерживаются на несколько дней, скажем так. Но, как правило, тем не менее все равно выходит. Такие камни имеют характерную ультразвуковую картину. мы видим гиперхагенное образование опять же с акустической тенью, как показано на левом слайде и расширенный мочеточник проксимальнее этой зоны, проксимальные камни. Нужно сказать, что для уролога это всегда такая очень выигрышная, очень интересная ситуация, потому что пациент приходит и он не понимает, что с ним происходит, у него сильные боли, у него тошнота, рвота, паника из-за всего происходящего, особенно если это впервые происходит, эти пациенты они действительно в таком недоумении это не назовешь, это действительно паника, потому что боль очень сильная и хочется сделать все, чтобы это никогда больше не повторилось и как-то купировать их сейчас. Так вот, для уролога эта ситуация такая очень выигрышная, потому что поставив датчик на мочевой пузырь, мы можем в общем-то очень быстро, буквально за несколько секунд, увидеть причину вот этих болей и показать пациенту из-за чего он испытывает такие страдания и в общем-то мы выглядели в глазах пациента такими героями, которые буквально вот с порога поставили диагноз. И соответственно можно назначать лечение и в общем-то успокоить и помочь пациенту нашему. Уротерал джет, ну вот этот момент, который не очень хорошо оторван почему-то в отечественной литературе, по крайней мере там, где я встречал в литературе на русском языке, об этом упоминается вскользь. Мочиточник и выбросы они как-то вот так вот одной строчкой, где-то вот где-то в конце главы, посвященной УЗИ мочевого пузыря или мочекаменной болезни, а во всех западных руководствах это прям вот отдельный раздел в главе о том, что такое мочеточник и выбросы, как их фиксировать и им продается достаточно серьезное значение. На самом деле это очень простой и очень полезный метод для выявления обструкции. То есть, что мы делаем? Мы включаем УЗИ-аппарат в режим доплера, выстраиваем определенной скорости, обычно это 15-20 сантиметров в секунду и при наполненном мочевом пузыре особенно это удобно делать при водной нагрузке, когда мы просим попить воды, дамлин пол-литра выпить, мы можем зафиксировать выбросы мочи и справа, и из левого устья мочеточника. И по их синхронности, по их скажем так наполненности, по количеству вот этих выбросов мы можем оценить есть или нет обструкции. По крайней мере в первом приближении. Конечно, это очень не самый точный метод. Конечно же, мы можем столкнуться с какими-то аномалиями, допустим, полное удвоение мочеточника, когда у нас может быть не два, а три устья и камень может быть в одной из, скажем так, половин удвоенной собирательной системы почки. Но в большинстве случаев это прекрасно работает. То есть, если мы видим на фоне болей в пояснице и не всегда заметного расширения то, что выбросы происходят только с одной стороны мочеточниковые, то мы можем сделать заключение, что есть обструкция, есть нарушение оттока мочи из почек. Нужно сказать, что вот эти мочеточники и выбросы они прекрасно видны у относительно молодых людей. то есть, тут тоже надо понимать, что с возрастом возникает уже такое явление, ну, в конечном итоге это нектурии, нектурии, когда мы имеем большое количество мочи именно в ночное время, а в дневное время количество мочи очень небольшое, связанное это, как правило, с сердечной недостаточностью, да, то есть, и у пожилых людей это очень ярко проявляется, то есть, мы просим попить воды, там, наши пациенты, там, 60-70 лет, могут выпить литр или даже полтора, просидеть около кабинета часа, или два, или два с половиной, и мочевой пузырь у них практически не наполняется. Вот, связано это с тем, что вот эта выпитая жидкость, она не выводится почками, она уходит куда-то в жировую клетчатку, да, подкожно-жировую клетчатку, накапливается в виде отеков, но в мочевой пузырь она идет очень медленно, и у таких пациентов вот эти мочеточниковые выбросы бывает выявить достаточно сложно, да, то есть, я сталкивался с этим неоднократно, что, в общем-то, вроде и достаточно водная нагрузка, но моча поступает в мочевой пузырь, так сказать, нерегулярно, очень небольшими порциями, и вот так вот, такую яркую картину, как на левом изображении, увидеть, в общем-то, удается редко. Вот, а у молодых это прекрасно работает, то есть, для людей, там, до 40-50 лет, вот этот метод замечательно себя, так сказать, проявляет, и нужно им пользоваться. Ну и четыре ситуации, которые могут затруднить диагностику почечной колики, и которые обязательно нужно тоже учитывать. Во-первых, это так называемая секреторная нурия, да, то, что в отечественной терминологии носит название секреторной нурии, в англоязычной литературе называется резорбцией мочи. Это ситуация, когда у нас возникает почечная колика, но спустя там, неделю, 10 дней, при ультразвуковом исследовании мы видим практически нормальную почку, то есть, мы не видим расширения собирательной системы. Почки связаны это с тем, что почка не работает, но та моча, которая находится в просвете собирательной системы, почки, она, в общем-то, всасывается обратно, и мы практически не видим расширения. То есть, почка выглядит при УЗИ как обычная почка, при том, что она не функционирует и моча из нее не выходит и не достигает мочевого пузыря. Обратная ситуация это вне почечной лоханка, когда мы, в общем-то, у здорового человека при отсутствии обструкции видим достаточно больших размеров лоханку. как будто бы расширенную. Она может достигать размеров 2-2,5 см. И при этом это расширение не имеет никакого значения, то есть, обструкции нет. Это такой вариант анатомии. Когда я начинал работать в периодном покое, у меня были ситуации, когда поступали пациенты и на УЗИ мы видели вроде бы расширенную лоханку. Я, в общем-то, ставил почечный колик и направлял пациентов на экскрипторную урографию, на которой мы видели, в общем-то, совершенно нормальный пассаж. Мочи по мочеточникам, отсутствие обструкции, отсутствие камней. И, в общем-то, достаточно быстро я перестал направлять пациентов на экскрипторную урографию. Что может помочь в этой ситуации? Во-первых, отсутствие клиники, то есть, нету клиники почечной колики, внезапно возникших болей. Во-вторых, состояние второй почки, потому что вот такая анатомия наличия вне почечной лоханки, оно, как правило, двустороннее. То есть, мы можем увидеть и справа, и слева, соответственно, вот лоханку достаточно значимых размеров. Не здесь не упомянуто, но еще один важный момент, это, конечно же, количество мочи в мочевом пузыре, потому что при переполненном мочевом пузыре мы можем увидеть расширение собирательной системы почки и у здоровых людей просто за счет рефлюкса. Поэтому нужно всегда оценивать состояние лоханки и наличие расширения нужно с учетом состояния мочевого пузыря, насколько он наполнен мочевой. Третья ситуация это внутри почечная лоханка. Это достаточно редкая история, когда у нас лоханка находится, она как бы сжата передней и задней губой почки, то есть передней и задней части паренхемы среднего сегмента, когда она даже при наличии камня-мочевоточники значимо не расширяется. При том, что мы имеем клинику почечной коликой, мы не видим расширение при УЗИ. И последняя и самая частая пожалуй ситуация это внутрисинусные кисты. То есть у людей старше 40-50 лет очень часто наблюдаются кисты в синусе почки, которые имитируют имитируют расширенную соответственно собирательную систему почки. То есть это нужно учитывать и опять же нужно посмотреть почки с обеих сторон и при необходимости воспользоваться какими-то дополнительными методами. Сейчас я о них расскажу. Вот как раз на этих слайдах вы видите справа парапельвикальные кисты, которые находятся в синусе почки, а слева мы видим почечную колику с расширением собирательной системы. Мы видим расширенные лоханки, чашечки и мочеточник верхней третьей. Как мы видим, эти изображения очень похожи. И не в каждой ситуации можно однозначно их трактовать в ту или иную сторону. Поэтому при описании таких ультразвуковых изображений конечно нужно пользоваться терминологией соответствующей. То есть нужно писать, что мы видим жидкостные образования в воротах почки. В скобочках это внутрисинусные кисты под вопросом, расширение собирательной системы почки под вопросом. И соответственно мы можем определить, какие именно причины вызвали появление такой картины с помощью компьютерной томографии с контрастированием либо экскриторной урографии с контрастированием. То есть если это расширение, мы это увидим на экскриторной урографии. если это наоборот кисты, внутрисинусные они не накапливают контрасты. Мы видим контраст в виде таких ободков вокруг неких округлых структур. Это очень характерная картина и при эскриторной урографии и при компьютерной томографии. мы говорим о пациентах пожилого возраста, а это очень часто вызывается у пациентов пожилого возраста, то нередко у них мы наблюдаем почечную недостаточность вследствие нефросклероза. То есть ситуация, когда мы не можем вводить контрастные препараты. В таких случаях у нас есть запасной метод диагностики. Это динамическая нефросинтиграфия. То есть изотопное исследование почек, которое может быть проведено при наличии почечной недостаточности. То есть здесь нас это никак не останавливает. И по виду кривой выведения радиофарм препарата, как правило это меченый технец 99 препарата, мы можем оценить наличие или отсутствие обструкции в этой почке. То есть это два метода эскриторной нерографии или радиозотопное исследование, которое позволяет нам отдифференцировать расширение собирательной системы почки от внутрисинусных кист почки. И собственно боли, которые возникают в поясничной области, они могут быть связаны не только с почной коликой, то есть не только с отхождением камня, либо каким-то давлением почки, к примеру, лимфоузлами увеличенными или сгустком крови или чем-то еще. Но это может быть и следствием развития воспаления в почке, то есть так называемого острого пионефрита. Принципиально важным в этой ситуации при наличии пионефрита, при наличии температуры и болей в поясничной области определиться является пионефрит обструктивным или не обструктивным. Это очень важный момент, потому что при наличии нарушения оттока мочи из почки, при наличии камня чаще всего, прежде чем начинать противовоспалительную антибактериальную терапию, мы обязаны обеспечить отток мочи из этой почки, то есть каким-то образом дренировать эту почку, что может быть сделано либо с помощью нефростомии, через кожную пункционную нефростомию, либо с помощью стентирования мочеточника, как правило речь идет о катетере стенд, то есть катетер, который находится внутри собирательной системы почки и мочевого пузыря, и который не выходит наружу. Дальше я покажу как он выглядит. Какие признаки воспаления почки при УЗИ? Ну, они на самом деле в основном косвенные признаки, то есть каких-то ярких признаков воспаления у нас нет. Основным признаком из тех, которые здесь перечислены 6, является ограничение подвижности, то есть у нас почка становится вколоченной, есть такой тиран вколоченная почка, то есть почка не двигается при дыхательном маневре, когда мы просим пациента вдохнуть, мы видим, что подвижность почки ограничена, и так мы это записываем. И второй признак это снижение эхогенности паранефрия, то есть у нас жировая клетчатка окружающей почки становится гипоэхогенной, и в англоязычной литературе есть такое понятие как sweaty kidney. Sweaty kidney означает потная почка, то есть потевшая почка, то есть почка, которая окружена как бы водой, то есть настолько низкая эхогенность окружающей паранефральной клетчатки, что она выглядит практически как жидкость. кроме этого при воспалении может наблюдаться увеличение размеров, но оценивать это сложно, потому что мы не знаем какие размеры были до воспаления, в большинстве случаев мы видим этих пациентов впервые, может быть давление синуса, то есть мы не видим, не различаем структуры, которые обычно находятся в синусе почки, может быть утрата кортикомедулярной дифференцировки, как на данном снимке, мы четко не видим, где у нас кортиково-медулярное вещество, в крайне редких случаях мы можем наблюдать в газ в полостной системе почки, это так называемый эмфизоматозный пионефрит, встречается крайне редко, да, то есть крайне редко, но выглядит это практически так же, как и камни в собирательной системе почки, вот, ну и собственно, вот эти все признаки, еще раз повторюсь, главный признак это ограничение подвижности почки при дыхательном маневре, нужно сказать, что в подавляющем большинстве случаев мы имеем дело с неабструктивным пионефритом или так называемым восходящим пионефритом, который возникает на фоне цистита, на фоне наличия бактерий в моче, в мочевом пузыре и за счет рефлюкса эти бактерии попадают в почку и вызывают невоспаление и в большинстве случаев причина этого воспаления это кишечная палочка эшерихия коли гораздо реже встречается гематогенный пионефрит так называемый то есть когда бактерии попадают в почку с током крови и как правило это золотистый стафилококс стафилококс савраус ну и на данном сайте показано дренирование почки с помощью мочеточникового катетера стенд он называется double picktail что означает двойной поросячий хвост и такое название он получил благодаря наличию таких завитков в максимальной дистальной части стента который удерживает его соответственно в том положении которое нам нужно то есть верхний завиток должен находиться в полости лоханки нижний завиток находится в полости мочевого пузыря на правом изображении вы видите как выглядит катетер стенд на ультразоковой картине то есть это такая вот двойная структура если мы видим вот такое изображение в полости собирательной системы почки то мы можем сказать что да верхний завиток находится в лоханке вот и на правом на левом снимке еще очень важно она но продемонстрировать как можно оценить правильность подбора размера стенд скажем так потому что правая стенд на данном изображении подобран правильно да то есть он у нас не выходит за среднюю линию снимка за вот условно говоря за точку temperature сочленения а левый стенд у нас слишком велик то есть он у нас выходит как бы на правую половину то есть выходит за среднюю линию и он подобран неправильно почему это может иметь значение потому что если стенд находится в правильной позиции и он таскать этот завиток находится у устья почиточника то практически этот стенд пациенты переносят практически не чувствует что он них есть да то есть такие пациенты могут ходить два по три месяца совершенно спокойно до приходит даже через полгода говорят что знаете вот мне сказали что надо удалить стенд да вот время вроде пришло то есть они практически не чувствуют если стенд подобран неправильно то есть если вы длина слишком велика то в таких ситуациях вот этот завиток он упирается в шейку мочевого пузыря и он приносит такие весьма ощутимые страдания нашим пациентам то есть они постоянно чувствуют позыв и такие-то императивные позывы очень сильные позывы к мочеиспусканию периодически может появляться кровь моче и такие пациенты вот этот период ношения стенд они выносят просто как пытку надо не приходит через две-три недели говорят что вы знаете да мне сказали что полтора два месяца нужно проходить с этим стендом но я больше не могу я не сплю по ночам у меня постоянные позы у меня боли внизу живота кровь давайте его удалять вот поэтому подбор стенд это в общем-то очень важный момент до при установке стенд то есть нужно не ошибиться ну и собственно говоря это все что касается почечные колики и вообще боли в поясничной области еще раз повторюсь это почечный колик и пионефрит других причин для боли в поясничной области практически не бывает вот мы не берем на какие-то экзотические случаи допустим инфаркт почки они встречаются слава богу очень редко вот его переходим ко второй части нашей лекции это боль в надлобковой области то есть мы поговорим о цистите простатите задержки мочи ну и мочи каменной болезни опять же опять же мочи каменной болезни вот ну и самое пожалуй частое заболевание который вызывает боль в надлобковой области это острый цистит вот острый цистит наверное у каждой женщины в жизни хотя бы раз случался вот это очень распространенное заболевание причины которые могут спровоцировать острый цистит чаще всего является переохлаждение вот и собственно бактерии которые вызывают это воспарение это бактериальное воспаление в большинстве случаев является кишечная палочка и шерихи коли да в 98 процентах случаев ну и еще второй агент бактериальный это фекальный таракок то есть эти две бактерии они очень человек чаще всего вызывают острый цистит лечение острого цистита но достаточно простое то есть в этой ситуации достаточно антибактериальной терапии плюс мы советуем пациенткам почаще ходить в туалет побольше пить жидкости вот ну и собственно говоря находиться в тепле потому что провоцирует как правило цистит именно переохлаждение вот и переполнение мочевого пузыря то есть самые вот типичные пациентки с острым циститом вообще циститами это вот учительница начальной школы которые там с восьми до двух часов дня нас 8 утра 2 часов дня не может сходить в туалет и вынуждена так вот каждый день терпеть потому что иначе она таскать ну не может оставить этих первоклассников или второклассников в классе да и вот такие длительные периоды воздержание от мочеиспускания они вот приводят к застою мочи и в конечном итоге к воспалению вот препаратами выбора при воспалении в настоящий 2019 год являются три препарата это манурал форамак и супракс до в обычных дозировках плюс если цистит сопровождается выраженным болевым синдромом а иногда эти более действительно невыносимые такие пациенты иногда поступают по скорой соответственно мы назначаем нестероидные противовоспалительные средства тот же кетанал и вольтарен и домитоцин цель тоже что и при почечной колики снять боли до максимально быстро облегчить состояние наших пациенток до для того чтобы дальше дать возможности им дождаться 10 антибактериальных препаратов вот основной опасность представляешь при остром цистите это возможность развития восходящего пионифрита о котором мы уже говорили вот восходящий пионифрит возникает как правило у пациенток молодого возраста который никак не лечит цистит ну обычно такая типичная ситуация я проработал еще раз повторюсь больше 15 лет приемом покоя и принимал пациентов по скорой и могу сказать что пик вот острых циститов с восходящим пионифритом приходится на октябрь-ноябрь и у них у всех очень такая характерная история это обычно такие девушки это 18-20 лет которые в течение там 3 там 5 7 дней имеют в клинику острого цистита никуда не обращаются маме не говорят никаких лекарств не принимают затем у них возникает боль в поясничной области температура под 39-40 они поскорее поступают в приемное отделение вот это вот такая типичная история и если мы исключили обструкцию то в общем то этих пациентов мы можем отпускать домой потому что кроме обильного питья и антибактериальной терапии в этой ситуации ничего не требуется и как правило острый восходящий пионифрит очень быстро отвечает на антибактериальной терапии то есть буквально день-два нормализуется температура уходит боли и вся эта в общем-то история заканчивается обычно мы назначаем на 7-10 дней антибактериальной терапии но чаще всего это формат на при остром цистите по 100 миллиграмм три раза на 7-10 дней ну при выраженных болях вот свеча скетаналом по одной свече два раза по необходимости обычно это два-три дня то есть я никогда не даю каких-то конкретных сроков говорю если у вас боли прошли можете эти свечи прекратить использовать хронический цистит это конечно совершенно отдельная история и у меня есть лекция на эту тему по поводу рецидивирующего хронического цистита мы называем хроническим рецидивирующим циститом 2 эпизода в течение полугода 6 месяцев либо три эпизода в течение года и для хронического цистита конечно же требуется полноценное обширное достаточно обследование потому что причины могут быть самые разные то есть обязательно эти пациентки должны быть осмотрены гинекологом или урологом на кресле потому что мы должны исключить какие-то антономические предпосылки в частности это дистопия наружного отверстия уретра то есть ситуация когда уретра расположена слишком близко к наружному к входу влагалища и наличие пару ретральной кисты которая тоже может быть причиной таких вот ну по сути это резервуар инфекции вот дальше если мы таскать при осмотре ничего не обнаружили как чаще всего и бывает дальше мы должны рассмотреть три ситуации то есть три состояния когда мы можем как-то воздействовать на вот этот воспалительный процесс во первых мы должны исключать урогенитальные инфекции до или заболевания передающиеся полным путем зппп то есть должны быть сделаны мазки из мочеиспускательного канала заднего свода влагалища и шейки матки вот то есть из трех локусов ну и соответственно если мы были какие-то инфекции мы их должны прилечить вторая ситуация это гораздо более частые в настоящее время это бактериальный вагеноз нарушение флоры влагалищ не обязательно какой-то это должен быть кальпит или вагенит вот я обычно рекомендую выполнить такой анализ называется он семафор 16 который очень надежно выявляет 16 видов бактерий которые чаще всего встречаются при бактериальном вагенозе и это не просто пцр качественные когда нам говорят есть или нет то или иная бактерия это пцр количественный который нам не просто говорит о наличии тех или иных бактерий да но и говорит сколько их да то есть насколько это их количество значимо для нашей ситуации вот и третья ситуация это недостаток эстрогенов это третья ситуация она на самом деле в практике врача уролога встречается в подавляющем большинстве случаев то есть в подавляющем большинстве случаев пациентки обращающиеся к урологу с хроническим циститом это женщины в климаксе это женщины в климаксе которые не могут облегчить свое состояние с помощью антибактериальных препаратов и для них на самом деле основным препаратом для лечения является препараты содержащие эстрогены это авистин и аналоги астрокат авипол комбинированные препараты допустим триажиналь который содержит и гормоны и лактобактерии для восстановления флоровлагалища и вот эти препараты можно назначать так сказать без какого-то дополнительного обследования потому что с гарантией 99 процентов они помогут и сработают и единственное что нужно информировать женщин что прием этих препаратов он должен составлять не менее 3-4 месяцев ежедневно то есть эти свечи ежедневно должны ставиться в течение 3-4 месяцев чтобы мы добились восстановление слизистой влагалища восстановление слизистой мочевого пузыря также и соответственно у нас должны уйти симптомы хронического цистита поэтому обычно обследование оно происходит вот вокруг вот этих трех ситуаций нужно сказать что недостаток эстрогенов он может возникнуть и у женщин в общем-то репродуктивного возраста до 20-30 лет на фоне ну либо аминореи либо дисминореи какие-то нарушения гормональные либо что очень часто бывает на фоне длительного приема пероральных контрацептивов то есть такие вот пациентки которые в течение 3-5 лет непрерывно принимают противозачаточные таблетки они нередко имеют проблемы с мочевым пузырем который полностью проходит после отмены этих препаратов вот ну и картинка которую я в свое время взялся немецкого сайта до сайта посвященного лечению интерстициального мочевого пузыря но я и вот и использую для препарат гепан и я использую уже много лет для демонстрации пациентам пациенткам до таскать эффекта от эстрогенов да то есть на этом слайде замечательно показано как выглядит слизистая в норме до с правой стороны и как выглядит слизистая при отсутствии эстрогенов в организме то есть возникает атрофия слизистая истончается она становится такого красного цвета за счет того что близко к поверхности расположены сосуды сосуды инъецированы расширены они легко кровоточат что очень часто является причиной появления эритроцитов в анализе мочи вот и самое главное на этом снимке показано что у нас отсутствует гликоза аминогликановые слои то есть это или мука полисахаридный слой или по сути это слизь который является основным защитным фактором мочевого пузыря то есть основной фактор защиты от бактерий это наличие слизи да иногда пациент спрашивают откуда у него мочи слизь так вот на самом деле она должна быть потому что это основной защитный механизм помощью которого наш мочевой пузырь борется с инфекцией по сути это гель который покрывает поверхность мочевого пузыря и создает ситуацию когда у нас нет контакта между мочой и клетками петеля то есть бактерии которые попадают мочевой пузырь они как бы соскальзывают с этого геля до обратно в мочеиспускательный канал и наружу при мочеиспускании в случае менопаузы в случае климаксового за счет атрофии у нас тучные клетки не вырабатывают вот эти глюкозами на гликаны и у нас образуются сначала открытые до участке слизистая потом уже вся она открыта то есть на вся не защищена соответственно бактерии легко легко проникают в полость мочевого пузыря легко закрепляются с помощью фимбрий то есть специальных жгутиков и размножаются в мочевом пузыре вызывая воспалительную реакцию которые как правило в менопаузе не ярко выражены то есть иногда женщины говорят когда я им говорю что узнаете это проблема вот частый позыв в туалет недержание мочи там изменения в анализах мочи они связаны с циститом нередко говорят да что мне говорите мне цистит и я помню что такое цистит меня был цистит 20 лет когда когда у меня там глаза на лоб лезли да и когда мне там как будто этом битым стеклом мочилась вот это был цистит а сейчас это не цистит говорит это ну да какой-то дискомфорт да частые позывы до матча не удерживаться да неприятный запах но это не цистит то есть это не тот цистит и приходится объяснять что слизистая изменена то есть она не такая как 20 или в 30 лет и она уже не может так бурно среагировать на вот это воспаление поэтому нет такого цистита как был в 30 лет или в 20 лет до есть такой вялый текущий процесс который очень плохо поддается лечению и малоэффективны антибиотики антибиотики действуют такой ситуации исключительно на тот период пока женщина их принимает и приходят женщины которые показывают список из 20 30 препаратов до которые они там принимали в течение года или двух лет они лишь меньше не помогает дайте мне там вот и пропила 30 антибиотику дать мне 31 которая точно поможет да и приходится объяснять что в общем-то лечение в 65 лет состоит не в приеме антибиотиков да а в регулярном использовании гормональных свечей вот такая история ну и отдельная совершенно отдельная патология интертициальный цистит слава богу редкая вот но крайне мучительно для наших пациентов по сути это воспаление не на поверхности слизистой мочевого пузыря а в последний слой и собственно мышцы мочевого пузыря и это воспаление по своему генезу она аутоиммунная то есть наши возможности по лечению этого состояния не крайне ограничены поскольку это аутоиммунное воспаление обсуждается вопрос что есть генетическая подрасположенность к интерстициальному свиститу но в любом случае это состояние крайне мучительно она сопровождается частыми позывами в туалет то есть не меньше там 8 10 12 раз иногда это 8 10 раз только за ночь порции мочи маленькие боли внизу живота постоянные боли внизу живота и очень важным является отсутствие какого-либо эффекта от приема обычных препаратов которые помогают при обычном бактериальном цистите то есть не антимикробные препараты не ура антисептики не антихолинергические спазмолитики эти все препараты они абсолютно бесполезны то есть когда у нас женщина приходится стерильным практически анализом мочи в котором нет бактерий с анализом мочи в которых нет лейкоцитов повышенных когда мы не видим никаких анатомических предпосылок к такому мочеиспусканию допустим на камень мочеточник или мочевого пузыря когда нет признаков герпеса вот тогда мы соответственно можем заподозрить интерстициальный цистит то есть это диагноз исключение и ставится этот диагноз на основании гистологии то есть выполняем биопсию мочевого пузыря и по характерной картине можем поставить этот диагноз другим признаком является наличие так называемый гуннеровской язвы до мочевом пузыре вот но она встречается относительно редко в такой ситуации лечение какого-то патагноматического лечения не существует есть ряд препаратов которые используются для облегчения страданий это низкомолярные молекулярные гепарины которые вводятся в полость мочевого пузыря это препараты предшественники глюкоза аминогликанов в частности это хондроитин сульфат в то ли или ином виде это может при от уруге ау или вот гепанинстил который возили из германии еще недавно женщины которые стоят 1 инстилляции там порядка 120 евро но в любом случае эти препараты они приносят в общем-то очень незначительное облегчение мы госпитализируем женщина с интерстициальным циститом но по сути мы госпитализируем только для двух ситуаций либо это госпитализация связана с необходимостью выполнения биопсии мочевого пузыря вот либо это госпитализация для трансрутральной резекции при наличии гуннеровской язвы и такая процедура еще выполняется как гидробужирование то есть ну звучит от достаточно странно до такого русская процедура когда мы по сути под наркозом доводим мочевой пузырь жидкость до до 400 миллилитров и таким образом наполняем мочевой пузырь мы разрываем соединительно-тканные спайки скажем тогда то есть в чем основная проблема почему возникают частые пазы возникает микроцистис то есть микроцистис это уменьшение емкости мочевого пузыря когда мочевой пузырь не может накопить больше там 80-100 миллилитров мочи уже возникают сильно искать пазы в туалет и вот эта процедура гидробужирования позволяет на время данного время увеличить емкость мочевого пузыря и на несколько месяцев помочь женщинам ну скажем так пожить более-менее нормальной жизнью да с более редкими позывами в туалет конечной стадии скажем так лечение да то есть когда можно перепробовали все методы когда уже искать нужно что-то делать для того чтобы легче состояние является цистоктомии когда мы удаляем мочевой пузырь и выполняем кишечную пластику мочевого пузыря до аугментацию то есть с целью улучшить качество жизни женщинам потому что мы действительно при интерстициальном цистите может быть совершенно невыносимым ну и завершение темы вот этой боли мочевом пузыре да я хочу привести вот в качестве иллюстрации до 3 монографии посвященные вот blader-pain синдром то есть утром а так тазовой боли или хронической тазовой боли этим это большие монографии они содержат по 500 600 страниц каждый они выпущены в течение последних там пяти лет да и к сожалению никакого внятного решения как никакого хорошего скажем тогда лечение для этих пациентов в этих монографиях нет то есть пока эта проблема остается неразрешимой да то есть много внимания уделяются но все равно вот эта проблема интерстициального цистита она остается такой таким темным пятном скажем тогда в нашей прекрасной профессии урологии задержка мочи ситуация с которой наверняка сталкиваются все хирурги да не только урологи но и хирурги вот и задержка мочи острая задержка мочи она в общем то характеризуется очень характерной картины это выраженные боли внизу живота невозможность помочиться и нужно скачивать практике обычно 400 500 миллилитров это уже тот объем при котором пациенты наши чувствуют себя крайне скверно да то есть они хватают доктора за руки они мечутся они не находят себе место они просят уже любой помощи и существует такое понятие даже как капельная пункция когда мы не будем уритральный катетер когда мы не выполняем цистостамию а хотя бы просто с помощью иголки от шприца до долобковой пункции выполняется выпустить хоть какое-то количество мочи хотя бы 100 грамм для того чтобы хоть как-то облегчить страдание пациента в тех случаях когда нет возможности поставить катетер ну просто нет его под рукой до шприц есть катетера нет вот или допустим не удается его паспорт провести до при больших размерах аденома или по каких-то каким-то другим причинам для выполнения цистостамию ну вот сиюминутно условий нет да просто нету набора нет операционной или еще какие-то причины до выполняется капельная пункция так называемый отдельная история это хроническая держка мочи которая протекает совершенно по-другому и пациенты как правило очень спокойно воспринимают то что у них большое количество мочи остается в мочевом пузыре после мочеиспускания иногда речь идет о достаточно больших объемах это может быть и 700 и 800 грамм и литр мочи и полтора литра мочи да при этом пациенты испытывают некие смутные ощущения тяжести внизу живота может быть но они не проявляются так ярко как острая задержка мочи у человека который до этого мочился совершенно обычно вот и при узи у пациентов с хронической задержкой мочи мы можем видеть очень причудливые картины да вот как здесь показано на этом слайде мы нередко видим дивертикула да это грыжевые выпячивания из стенки мочевого пузыря содержащие мочу и вот тоже на крайнем вернее на левом снимке мы видим в полости дивертикула два конкремента которые образовались вследствие именно хронической задержки мочи то есть такие конкременты называются вторичными иногда мы видим такую тробикулярность стенки когда она имеет такой изъеденный в кавычках контур то и по ультразвуку мы так и описываем как изъеденный контур мочевого пузыря на фоне или тробикулярный мочевой пузырь на фоне хронической задержки мочи вот камень мочевого пузыря имеет очень характерный вид при ультразвуковом исследовании то есть это гиперогенное образование с такой широкой акустической тенью вот который в общем-то не оставляет сомнений обязательно таких пациентов нужно поворачивать на правый на левый бок потому что в подавляющем большинстве случаев если это камень то при перемене положения тела он смещается до точно на правую на левую стенку мочевого пузыря смещается исключение составляет так называемые лигатурные камни то есть это камни которые возникли после перенесенной операции если у нас при операции хирург или гинеколог допустим или дожуролог прошил стенку мочевого пузыря и ниточка торчит просвете мочевого пузыря достаточно быстро она покрывается солями и потом соответственно спустя месяц и вот это покрытая солями ниточка она превращается в такой фиксированный камень иногда очень больших размеров лигатурные камни чаще всего встречаются у женщин после гинекологических операций потому что именно камень свободно лежащую женщину встречается крайне редко потому что мочеспускательный канал широкий и если камень попал в мочевой пузырь из верхних мочевых путей из почки то как правило он выходит самостоятельно а камни вторичные то есть возникающие на фоне хронической задержки мочи у женщин бывает крайне редко просто по той причине что в принципе задержка мочи у женщин бывает крайне редко в отличие от мужчин у которых с возрастом до развивается аденома и у них как раз вот у мужчин хранить содержка мочи встречается очень часто вот ну и что еще мы можем увидеть при хранить содержка мочи это ихогенная взвесь то есть по сути это гной на дне мочевого пузыря то есть мы видим такой гиперохогенный осадок уровень жидкости и вот на правом слайде показаны на фоне вот таких вот гиперохогенного осадка еще и два камня в полости мочевого пузыря до моих видимых таком характерно видит до гиперохогенное образование с такой яркой акустической тени что нужно еще сказать по поводу гиперохогенных таких образований с классической тени что иногда это не камень а это может быть опухоль с инкрустацией то есть с отложениями солей кальция которые при узи я такие случаи видел неоднократно при узи выглядит абсолютно как камень мочевого пузыря то есть гиперохогенное образование широкая тень но при перемене положения тела эти образования не смещаются да если к тому же у пациента или у пациентки не было никаких ранних операций на органов таза да и вообще никаких операций на уровне брюшной полости то скорее всего это все-таки не лигатурный камень а скорее всего это именно такая вот инкрустированная опухоль мочевого пузыря это я говорю потому что обязательно пациентов с камнем мочевого пузыря нужно повернуть направо налево посмотреть сделать ультразоковое исследование при перемене и плыве тела и убедиться что камень смещается да что это свободно так сказать лежащее инородное тело в полости мочевого пузыря ну и напоследок то что касается хронической задержки мочи это пациент который был у меня в начале этого года 18 фара 19 года пациент перенес дтп примерно пом 12 или 15 лет назад такой в дтп с поле травмы из перелом позвоночника с переломом таза и в результате перелом позвоночника у него развился нейрогенный мочевой пузырь с нейрогенной дисфункции мочевого пузыря с соответственно нарушением оттока мочи но пациент никуда не обращался он живет в какой-то деревне далекой вот и приехал по другому поводу к нам москву и вот я посмотрел обнаружил вот такую картину то есть мы видим справа вот то что маленькая полость это полость мочевого пузыря с стенкой мочевого пузыря которая ведь тут достигает трех сантиметров да то есть порядка трех даже четырех сантиметров а вот эта полость слева и ниже до который располагается это дивертикула мочевого пузыря то есть вот такой вот достаточно больших размеров тонкостенный мешок да с мочой вот который на самом-то деле в любой момент может разорваться и я пытался так сказать убедить этого пациента шему необходимо лечь в отделе неврологии что нужно заняться этой проблемой что нужно поставить цистостому что это очень опасно оставлять в таком виде но он как-то не внял моим убеждением и сказал что он подумает обязательно придет если надумает в общем то так вот и не пришел уже вот почти год прошел так он и не появился вот это то что касается хронической задержки мочи хотя пациента вот спонтанным разрывом мочевого пузыря на фоне хронической задержки мочи они в общем то периодически попадают к нам по скорой помощи и мы их оперируем вот хотя конечно ситуация крайне такая неприятная простатит простатит острых хронический простатит но пожалуй самые легендарные заболевания неврологии про которые все слышали нужно сразу говорится что острый простатит возникает крайне редко я могу сказать что проработав по сути 22 года до в урологии я сталкивался с острым простатитом может быть три или четыре раза в жизни три или четыре раза в жизни то есть острый простатит он имеет очень характерную картину это сильные боли в надлобковой области в области промежности учащенные резко болезненные мочеиспускания иногда гнойные отделяемые из мочеиспускательного канала температура интерсекация потливость то есть такие все признаки острого воспалительного процесса вот соответственно хронический простатит он встречается гораздо чаще и по моему ощущению наверно может быть там процентов 30-40 всех мужчин они имеют признаки хронического простатита но это воспаление которое протекает очень скрытно скажем так да то есть и иногда пациента и да не то что надо чаще всего пациента обращаются к урологу спустя годы после начала заболевания потому что очень постепенно развивается это воспаление очень медленно нарастают жалобы да и нередко пациент приходит там в 30 там 35 лет уже таскать типичными для простатита жалобами на боли внизу живота частые позывы в туалет ускоренные сами издражения появление примеси крови в сперме и когда мы начинаем обсуждать все таки вот какие бывают симптом при простатите выясняется что обратился в 35 лет а началось все еще с армии да еще в армии были более частые позывы потом прошли потом возвращались вот никуда не обращался спустя 15 лет впервые обратился к урологу диагноз хронического простатита он ставится клинически то есть на основании жалоб до анамнеза характерного и осмотра то есть пальцевого рактального исследования и плюс при многолетнем течение простатита мы можем характерные признаки простатита обнаружить при узи то есть никакого одного метода или какого-то одного анализа который необходим был бы для постановки диагноза хронический простатит нет да то есть как правило это диагноз который ставится клинически да на основании жалоб осмотра там и анамнезы вот ну и возвращаясь к острому простатиту вот здесь показана картина абсцесса простаты которая возникает крайне редко я могу сказать что за все мои годы работы я видел дважды абсцесс простаты причем в одном случае это был именно вот то что здесь показано тотал эклипс нас с левой стороны когда полностью у нас просто то в общем то замещена полностью жгноем да то есть мы видим лишь как вот при полном затмении солнечном дата как протобиранец протобиранцы солнца до остатки паренхимы по краю по контуру представитель железы вот оба пациента которых я видел своей жизни с абсцессами простаты они оба были вич инфицированы вот так что это очень очень редкая патология очень редкое наблюдение да по крайней нашей больнице лечение хронического простатита ну нужно сразу сказать что практически в 100 процентах случаев да это бактериальное воспаление есть такой есть классификации национальный институт здоровья сша на четыре категории простатита где есть такое понятие как а бактериальная простатит но сам автор этой классификации керсис никель говорит что мы ввели это понятие для того чтобы опознать пациентов у которых при культуральных исследованиях до при посеве секрета простаты спермы мы не выявили бактерии да хотя мы все понимаем что они там есть и я позволю себе привести цитату из замечательного учебника по ультразвуковой диагностики кэрол ромок рамок очень хороший двухтомный учебник в котором рассказывается об ультразвуковой диагностики практически всех органов в том числе органов мочевыделительной системы в том числе есть глава посвященную узи простаты и там есть замечательная фраза которую я взял на вооружение уже много лет использую что в сша доказать бактериальную природу простатит удается примерно в 4 5 процентах случаев до обращения пациентов с этой патологией а антибиотики при лечении хронического простатита у этих пациентов используют 98 процентов вот эта фраза очень хорошо отражает суть то есть мы редко можем выявить какая именно бактерии вызывают воспаление но мы все понимаем что это воспаление бактериальное и мы назначаем препараты которые соответственно воздействуют на эти бактерии диагностиках простатита вот именно выявить какая именно бактерия вызывает воспаление она практически невозможно то есть у нас нет методологически нет возможности получить секрет простаты в чистом виде и выполнить исследование именно секрета простаты для того чтобы понять какая именно бактерия вызывает воспаление потому что и при исследовании спермы и при исследовании секрета простаты который мы получаем после массажа простаты мы должны понимать что мы получаем смесь жидкости из разных источников и передняя треть мочеиспускательного канала навсегда несет в себе бактерии и в итоге то что мы получаем в посеве это вовсе не обязательно именно те бактерии которые вызывают воспаление в предстательной железе вот в шестнадцатом году я был на конференции в уфе это была прекрасная работа по моему с новосибирска у пациентов идущих на удаление простаты по поводу рака простаты на радикальную просто тактами брали секрет простаты традиционным методом с помощью массажа простаты а затем посылали на посев а затем удалив предстательную железу боли брали материал для посева непосредственно из предстательной железы и совпадение было при таких вот посевах примерно в 30 процентных случаев то есть другими с вами в 70 процентных случаев при получении секрета простаты с помощью массажа в 70 процентных случаев посев он не отражал реальную картину и не выявлял те бактерии которые действительно вызывают простатит но во всем мире у нас стране и европе в америке проводится исследование бактерии находящиеся при статье железе у умерших мужчин до при аутопсии при вскрытии то есть берется материал из простаты и эти данные они публикуются ежегодно и соответственно методы лечения хронического антибиотики которые рекомендованы для лечения хронического простатита они подбираются с учетом соответственно тех бактерий которые обычно в данном регионе выявляются в при статье железе вот поэтому если мы говорим о лечении хронического простатита то самое главное это антибактериальная терапия она проводится препаратами которые во-первых воздействуют на те бактерии которые чаще всего являются в при статье железе чаще всего это тоже кишечная палочка и фекальный дракокок и второе это препараты которые хорошо проникают в при статье железу а это в общем-то достаточно небольшой список да но и препарат на выбор является левый фуксацин или таваник препарат который обладает уникальным свойством он накапливается в простате в концентрации даже больше чем в плазме крови да и при этом это антибиотик широкого спектра действий который прекрасно работает еще два препарата которые чаще всего используются при лечении хронического простатита это джозамицин или вильпрофен и доксициклин ну или юнидокс то есть по сути это вот основные три препарата которые во всем мире урологи используют для лечения хронического простатита эти препараты должны назначаться длительно да то есть длительность приема должна быть не меньше трех недель то есть и это один момент и второй момент всем пациентам я всегда объясняю что предсказать сколько нужно будет принимать эти препараты перед началом лечения невозможно то есть у подавляющего большинства достаточно трех недельного курса антибиотиков но ну процентов на 20-30 пациентов они нуждаются в более длительном приеме антибиотиков то есть это может быть и 4 5 и 6 недели все остальные препараты которые мы даем для лечения хронического простатита они нужны только что называется в помощь антибиотиков то есть это антибиотиков это могут быть препараты противовоспалительные то есть нестероидные противовоспалительные средства это вот какие-то на ладо метацин вольтарен это могут быть ферментные препараты это препарат улучшающую реологию крови венотоники то есть любые препараты они все имеют одну цель помочь антибиотикам проникнуть в ткань предстательной железы и соответственно выполнить свою функцию и третья группа препаратов которые мы используем это альфаблокаторы препараты которые снимают частые позывы которые потому что очень часто симптом хронического простатита является именно учащенная мочеиспускание вот эта концепция она соответственно вот трипл а то есть 3а антибиотики антиинформатрии альфаблокаторы они в общем то используются для лечения хронического простатита и по сути та же самая схема используется для лечения почечной колики да поэтому в некоторых ситуациях когда у нас есть подозрение на камень маленький камень нижней трети мочеточника или простатит или так сказать и то и другое возможно то в общем то мы можем назначить эту схему потому что она одинаково хорошо работает как для камней нижней трети мочеточника небольших размеров так и для лечения хронического простатита второе о чем мы говорим то есть я всегда говорю пациентам что лечение хронического простатита она состоит как бы из трех частей до первое это лекарство второе это образ жизни то есть мы всегда проговариваем что для простаты очень важно чтобы она работала то есть должно происходить регулярно семяизвержение лучше каждый день вот это семя извержения должно быть полноценным есть такое понятие как привычный плавок когда семяизвержение происходит при недостаточной эрекции и с небольшим объемом спермы вот этих ситуаций нужно избегать то есть если Происходит семи движений должно происходить по максимуму С максимальной реакции, с максимальным рогазмом Ну и с максимальным объемом спермы Для того, чтобы простата опорожнялась от секрета предстательной железы И третья часть лечения, это местное лечение Это массаж простаты и физиотерапия Почему нужен массаж простаты? Во-первых, как любой массаж, это улучшение кровообращения в простате И, соответственно, создание лучших условий для наших антибиотиков Чтобы они лучше проникали в простату Во-вторых, это опорожнение секрета Простаты от секрета Потому что при обычном семиизвержении До конца простата от секрета не опорожняется И связано это с тем, что секрет при воспалении За счет наличия лейкоцитов, бактерий Он становится более густым То есть он полноценно из простаты не отходит Плюс к этому на фоне воспаления отек у нас нарушается кровообращение И тонус мышечных клеток простаты он тоже снижен То есть простата, как она должна сокращаться, она не сокращается Поэтому помимо регулярного семиизвержения Мы выполняем массаж простаты Есть ситуации, когда массаж неэффективен Это может быть и даже он противопоказан Допустим, при наличии конкрементов предстательной железы Или у пациентов, у которых ранее был опыт применения массажа простаты И он не был эффективен То есть у таких пациентов я не предлагаю массаж простаты И говорю, давайте мы ограничимся лекарствами И возможно обратная ситуация То есть иногда мы при признаках простатита При признаках обострения простатита Лечим пациентов только массажем Это редкие ситуации, но они бывают Когда никакие лекарства человек не хочет принимать в силу В состоянии здоровья и сопутствующих заболеваний Вот я могу сказать, что в этих ситуациях только массаж простаты Через день он тоже оказывается очень эффективен И удается за 2-3 недели человека избавить от этих симптомов При том, что никаких лекарств мы не используем Но это, еще раз повторюсь, такие эксклюзивные случаи Вот И нужно еще важную вещь сказать О которой я не сказал Это то, что Почему такие сложности возникают при лечении хронического простатита Дело в том, что все органы, отвечающие за выработку спермы У мужчины, они в определенном смысле изолированы от нашего организма То есть, предстательная железа, семенные пузырьки, яички и придатки яичек Они изолированы То есть, наша иммунная система там плохо, очень плохо работает То есть, практически не работает Поэтому нет такого яркого воспалительного ответа при попадании бактерий в простату И, соответственно, так же тяжело с этим воспалением справиться То есть, простатит очень медленно в течение многих месяцев и лет развивается И так же медленно в течение нескольких недель уходит Даже если мы выполняем все мыслимые процедуры и мероприятия для того, чтобы снять это воспаление То есть, обычно это такой многонедельный процесс Лечение хронического простатита до стадии ремиссии Вылечить полностью мы его практически никогда не можем И то, что касается, собственно, природы простатита Почему он возникает То вот последние лет 5-10 В общем, доминирует такая концепция, что бактерии в предстательную железу попадают стоком крови То есть, у меня есть замечательная У меня вообще очень большая библиотека по урологии Есть замечательная книжка авторы Молочко и Ильин 98-го года Которая так и называется уретрогенный простатит То есть, 20 лет назад считалось, что бактерии в предстательную железу попадают из мочеиспускательного канала Исключительно А последние лет 10 доминирует такая идея, что бактерии в предстательную железу попадают стоком крови И, как правило, это те же самые бактерии, которые присутствуют в кишечнике То есть, как это происходит Допустим, при повреждении слизистой Допустим, при отравлении При поносе в жидком стуле У нас повреждается слизистый И бактерии из кишечника попадают в системный кровоток И наш иммунитет с ними, в общем-то, с этой ситуацией Справляются с этими бактериями И это такая транзиторная И это не заражение крови, не сепсис Это такая транзиторная бактериямия Но, если эти бактерии попали в простату А, как я уже говорил, в простате иммунитет не работает То эти бактерии там остаются Они начинают размножаться Они вызывают такую вялую воспалительную реакцию И спустя годы они могут, в общем-то, уже привести к тому Что появляются симптомы простатита Более частые позывы, и пациент обращается к урологу Отдельная ситуация, когда простатит возникает Действительно из-за бактерий Которые в мочеиспускательном канале находятся Допустим, при катетеризации мочевого пузыря То есть к нам может прийти вполне благополучный молодой человек Без вредных привычек Который перенес год или два назад Или три года назад какую-то операцию Допустим, по поводу паховой грыжи И на период операции ему был установлен катетер Стерильный Но поскольку, как мы помним, в передней части уретры В норме присутствуют бактерии То собственные бактерии Его же, этим стерильным катетером Были занесены в область заднего уретры Попали в пристательную железу И спустя два-три года Этот пациент приходит к нам уже с картиной Хронического простатита Такие случаи тоже не редки Вот, ну и собственно говоря Мы переходим к третьей части Это боли в мошонке То есть те заболевания мы обсудим Которые вызывают боли в мошонке Вот это варикоцели Хотя боли при варикоцели Относительно редко возникают Это эпидидимид Перекрут яичка Травмы яичка Ну и перекрут подвески Или привеска яичка Там есть их пять видов Вот, ну и чтобы немножко, так сказать Отлечься Вот, кто любит читать Я думаю, что все любят читать Вот, есть очень хороший Но относительно малоизвестный писатель Это Андрей Ломачинский Это сокурсник нашего замечательного профессора И заведующего отделением Велиева Евгения Ибадовича И, так сказать Он эмигрировал достаточно давно в Америку Работает по аналогу Ну, судмедэкспертом В военном госпитале И у него есть книга Посвященная его, так сказать Командировка Это роман, посвященный его поездке В Ирак Во время, собственно Войны в заливе Где он участвовал В качестве судмедэксперта Вот, и он описывает Изнутри всю эту операцию Как это происходило Вот, очень интересно Именно почитать О действиях Американской армии Да, в Ираке Как бы, ну, глазами очевидца Ну, плюс у него есть Есть несколько сборников Совершенно замечательных рассказов Это рассказы Вот сборник Криминальные аборты Курьезы Судебно-медицинные экспертизы Вот, и в том числе Вот есть такая книжка Академия родная Посвященная Посвященная Годом учебы Военно-медицинской академии Миния Кирова Вот, где наш Вот, Евгений Бадович Вилиев Выведен в качестве Литературного персонажа В двух рассказах Поэтому, вот, кому интересно Очень рекомендую Вот, и, собственно говоря Переходя к болям в машинке Ну, самые распространенные патологии Это варикоцели Варикоцели Это варикозное расширение Вен Грозевидного сплетения То есть, это, по сути Ветви яичковой вены Если мы посмотрим На правом, на левом слайде Изображение кровоснабжения яичка То мы видим, что кровоснабжение Происходит под трем артериям То есть, это, собственно говоря Тестикулярная или яичковая артерия Вот, артерия кремастерика И артерия ductus deferentis То есть, это, артерия Семьевыносящего протока И венозный отток, соответственно Тоже происходит Вот в эти три бассейна Поэтому, при Вот, часто спрашивают Как же мы перевяжем вены Да, пациент Ну, мамы Мамы пациентов С варикоцели Молодых людей Спрашивают А как мы перевяжем вены А куда же будет кровь отходить Ну, вот, кровь прекрасно будет отходить В оставшиеся запасные два бассейна Да, то есть Кремастерная вена И вена Семьевыносящего протока Вот Соответственно Почему возникает варикоцели Вот Варикоцели возникает Во-первых, достаточно часто Да, то есть Это 15% мужчин в популяции И примерно 40% мужчин Которые обращаются к нам К урологам с бесплодием Вот И Нужно сказать, что очень часто Примерно у третьих Спортсменов То есть Тяжелоатлетов Да Встречается Также варикоцели В большинстве В подавляющем большинстве случаев Варикоцели левосторонние Почему я сейчас объясню Вот Ну и если мы говорим о том, что вены расширены Нужно сказать, что нормы Да Существует нормы То есть в норме вены должны быть Ну не больше двух Там двух с половиной Миллиметров Вот Варикоцели Ну вот в крайней В третьей степени По клинической классификации Да, есть клиническая классификация Варикоцели трех степеней Вот третья Как раз Когда варикоцели Видно невооруженным глазом И здесь как раз Это показано Вот Почему собственно Варикоцели возникает? Ну самая главная Концепция Самая главная теория Это вот собственно Концепция Аорта-мезонтериального пинцета Или синдрома щелкунчика Или надкрекер синдром По-английски В чем его суть? Если мы посмотрим На анатомию Этой области То мы увидим, что Для Правой почки Да, существует Длинная артерия почная И короткая вена И Правая яичковая Вена Она впадает Непосредственно В нижнюю полую вену То есть Ничто Не мешает Оттоку крови Левая яичковая вена Она впадает Не в нижнюю полую вену Как показано Здесь А впадает Она сначала В почечную вену Левую Которая длинная А затем Уже кровь попадает В нижнюю полую вену И Достаточно часто Бывают ситуации Когда Происходит Такое Относительность Давление Почечной вены Левой почечной вены Между Аортой И Верхней Брыжечной артерии Или артерия Мезонтерика Супериор И вот это явление Называется Орто-мезонтериальным Пинцетом В итоге У нас повышается Давление Гемостатическое Давление В системе Левой Почечной вены И по Градиенту давления Соответственно Кровь Начинает Начинает Течь Не от яичка В почечную вену А наоборот Как показано На правом Изображении То есть У нас происходит Сброс крови Патологический Сброс крови Из Левой Почечной вены В Левую Яичковую вену Вот собственно Говоря Это и приводит К появлению Варикоцели Вот на этих Снимках На этих слайдах На этом слайде Вернее Вы видите Вот собственно Говорят Ту же историю Да С давлением Левой Почечной вены Между верхней Брыжечной артерией И аортой Да Есть еще Мнение Что В общем-то Не так важно Здесь Наличие Вот этого Аорта Мезонтериального Пинцета А важно Наличие Несостоятельных Клапанов Вен Вообще Во всем Организме Да И мы знаем Что Нередко Варикоцели Сочетается Так же С варикозным Расширением Вен Нижних Конечностей То есть По сути Это Такое Системное Поражение Вен Которое Возникает Не только Вот В Область В Бассейне Левые Яичко И вены Ну Я думаю Что Истинно На самом Деле Она Как всегда Лежит Посередине Я думаю Что Имеет Значение И Наличие Вот этого Аорта Мезонтериального Пинцета И компрессии Левой Почечной Вены И имеет Значение Недостаточно Склапанного Механизма Венах По Всему Организму Не только В системе Яичковой Вены Вот Диагноз Варикоцели Ставится Сейчас В 2019 Год На основании УЗИ То есть Без УЗИ Мы диагноз Варикоцели Ставить Не должны И Критериями Являются Собственно Говорят Два Признака Это Во-первых Наличие Вен Более Двух С половиной Миллиметров И В принципе Если мы Делаем УЗИ Выполняем Пробы Вальсалевы Если мы Не видим Расширенных Вен То есть Мы видим Что вены Маленькие То есть Не больше Полутора Двух Миллиметров То На этом Можно Диагностику Закончить И сказать Что Варикоцели У данного Пациента Нет Если Мы Видим Расширенные Вены То есть Вены Диаметра Больше Двух Это Есть Или Нет Рефлюкс То есть Мы Выполняем Пробы Вальсалевы То есть Просим Пациента Набрать Воздух И потужиться И Соответственно Мы видим При потуже Натуживании Мы видим Рефлюкс То есть Мы видим Что изменение Кровотока То есть Мы видим Кровоток При натуживании В одну Сторону Когда Угрим Расслабиться Мы видим Что Направление Кровотока Меняется С красного На синий С синего На красный То есть Соответственно Рефлюкс При натуживании И Нужно еще Сказать Что Этот рефлюкс Он должен быть Достаточно Продолжительным Потому что В норме У здоровых людей Рефлюкс Физиологический Рефлюкс Он может быть Но как правило Он кратковременный За такую условную Норму Принимают Две секунды То есть Если рефлюкс У нас В течение Двух секунд Исчез И мы не видим Не наблюдаем Кровотока Мы говорим Что веносостоятельно Варикоцели Нет Вот Если же Рефлюкс Наблюдается В течение Трех Четырех Пяти секунд То есть Больше двух секунд То мы говорим Что да Есть рефлюкс И это однозначно Признак Варикоцели Вот поэтому Продолжительность Пробы Вальсальва Она должна быть Не меньше Десяти Пятнадцати секунд При диагностике Варикоцели Вот Ну и последний Слайд Здесь мы видим Вот характерную В серошкальном Изображении Да Картину Прихоронить При Варикоцели Вот здесь Такие Экстремальные Случа Да Вот На правом Изображении Мы видим Диаметр Вен Семь миллиметров Вот И еще раз Хочу привести Ну Цитату Да Поскольку Единообразия В критериях Диагностики Варикоцели Нет Ну вот Возьмем Издание Дональд Урологии Общей урологии По Дональду Смиту 18 Издание Очень Авторитетная Монография Вот В 13 Году Да То есть Мы Видим Что Для Диагностики Варикоцели Достаточно Выявления Вен Больше Трех Миллиметров Ну Или Двух Половиной Да По Другим Источникам И Обязательно Должен быть Рефлюкс Ретро Оградный Кровоток На Высоте Пробовая Сальва Острый Эпидидимит Ну Нужно Сказать Что Вообще Варикоцели Дает Боли Крайне Редко Крайне Редко И Как Правило У Пациентов Которые Обращаются С болями В области Мошонки И У них Есть Варикоцели Обязательно Нужно Проверить Нет У них Простатита Или Даже Эпидидимита Эпидимит Это Всегда Осложнение Хронического Простатита Поэтому Боли могут Быть В Придатке Он Как правило Утолщен Плотный Болезненный При пальпации Либо Это Могут Боли В Мошонке При Неизменном Придатке Яичка Но При этом Есть Болезненность При пальпации Представительной Железы При ректальном Исследовании Иногда Есть Признаки Простатита Их Нет Но В любом Случа Эти боли Могут Быть В том Числе Иррадиирующие Из Простату Из Простаты В Мошонку Поэтому Не надо Сразу Считать Что Боли Связаны С Варикоцели Хотя Только Если Нет Воспаления И Варикоцели Боли Тоже Могут Быть Острый Эпидидимид Еще раз Повторюсь В 100% Случаев Является Осложнением Простатита Он Никогда Не Возникает Самостоятельно Потому Что Путь Проникновения Бактерий В Придаток Яичка Это Собственно Горя Семь Выносящий Проток Ваз Деференс То есть Когда у нас есть Воспаление В простате По Семь Выносящему Протоку Эти Бактерии Могут Попасть В Придаток И Соответственно Вызвать Воспаление То есть На УЗИ Мы Увидим Увеличение Придатка В Размерах При Пальпации Он Плотный Болезненный И Как При любом Воспалении Мы Можем При Доплеровском Исследовании Увидеть Усиление Кровотока Естественно В Придатке Вот При Наличии Уже Таскать Гноиного Расплавления Мы Увидим Участки С отсутствием Кровотока Да Воскулярные Участки В Паренхемии Придатка Это Является Признаком Уже Таскать Гноиного Расплавления Ткани Придатка Боли Как правило Интенсивные Нередко Эти пациенты С трудом Вообще Передвигаются И заходят В кабинет К урологу Но Здесь Нужно Обращать Внимание На Анамнез Потому Что Как правило Эти боли Они развиваются Постепенно В течение Нескольких Дней Скажем Так Нередко Им предшествуют Какие-то Проблемы С мочеиспусканием Дезурии Боли Внизу Живота В промежности То есть Простатита Вот Это Нужно Обязательно Все Выяснять При сборе Анамнеза И Гораздо Более Опасная Слава Богу Редкая Патология Это Перекрут Яичка Я специально Здесь Поместил Такую Яркую Красивую Картинку С сайта Медкомик На котором Отражена Суть Главное Что мы Должны Понять Во-первых То что Показано Слева У нас Есть Шесть часов На принятие Решения То есть Если после Перекрута Прошло Больше Шести часов Если Не выполнены Операции Или Не ликвидированы Перекрут Или Сам Не ликвидировался Самостоятельно Что тоже Иногда Бывает То В общем То Сохранить Ткань Яичка Практически Никогда Не Удается То есть Поэтому Шесть часов Это Критическое Время И То Что Показано Справа Да Резкая Боль Отек То есть Это Симптомы Перекрута Яичка И Самое Главное При Доплеровском Исследовании Мы Не Видим Кровотока В Яичке То есть Это Очень Простой Тест Очень Быстрый Но Который Позволяет Четко Поставить Диагноз Перекрута Яичка Тем более Что Яички Тепарный Орган Да У нас Всегда Есть Второе Здоровое Яичко В кавычках И мы Можем Сранить Кровоток Справа И Слева То есть И Я хочу Сказать Что Я Когда Работал В приемном Покое Работал В том числе Год Качестве УЗИ Врача Я Всех Наших Докторов Обучил Объяснил Что Обязательно При болях В мошонке Нужно Смотреть Яички С Доплером Потому Что Это Исследование Которое Действительно Занимает Буквально Секунды Но Позволяет Очень Быстро Очень Четко Оценить Есть Или Нет Нарушения Кровоснабжения Яичка А Ишемия Она Еще раз Повторюсь Имеет Крайне Важное Значение Но Хочу Сразу Сказать Что За Все Годы Моей Работы У Меня Был Единственный Только Пациент У Которого Возник Перекрут Он Попал В больницу Этот Перекрут Был Диагностирован И Этот Молодой Чек Он Был Прооперирован Вовремя И Яичко Не Пострадало За Все 22 Года Это Был Единственный Случай Когда Мы Вовремя Помогли Все Другие Случа Они Были Достаточно Печальны Пациенты Обращались С болями В Мошонке К урологу УЗИ Не Выполнялось Не Выполнялось Банально По организаторским Скажем Так Проблемам Да Просто Не Был УЗИ Под Рукой Ситуация Расценилась Как Эпидидимид Воспаление Яичко Назначались Антибиотики В общем Ты Когда Было Понятно Что Спустя Неделю Две Недели Три Недели В общем Это Боли Не Проходит И Уполнялось УЗИ То Мы Видели Уже Такие Дегенеративные Изменения Веечки И Такие Пациенты Уже Госпитализировались Для Орфоктомии Для Удаления Этого Ишемизированного Яичка Так что К сожалению Диагностика Этого Состояния Она Не Очень Хорошо Осуществляется Скажем так Поэтому Конечно Важно Помнить О Таком Явлении Как Перекрут Яичко И Надо Понимать Как Его Выявить Потому Что Не Только К Урологам Попадают Эти Пациенты Попадают И К Хирургам К Терапевтам И Нужно Знать Что Такая Патология Существует Ну И Еще раз Повторюсь То Что Касается Прогноза Если С момента Перекрута Яичко До Операции Прошло Менее 6 Часов Сто Процентная Гарантия Что Мы Сохраним Яичко Если Проходит От 6 До 12 Часов 70 Процентов Если Проходит От 12 До Суток Всего 20 Процентов Вероятность Того Что Яичко Будет Полноценным Если Прошло Больше Суток Вероятность Восстановления Функции Яичко Она Практически Равна Нулю Очень Хорошая Статья Коротко Скажу Очень Хорошая Очень Подробная Статья Которая Посвящена Именно Диагностике Ультразвуковой Диагностике Перекрута Яичко С множеством Иллюстраций Вот Кто Интересуется Этой Темой Я Очень Рекомендую Найти И Ознакомиться Крайне Подробно Ни в каком Учебнике Подробного Такого Рассказа Нет Никаком Руководстве По УЗИ Вот Ну и Возвращаясь Собственно К причинам Почему Происходит Перекруто Яичко Происходит Оно Из-за Наличия Такой Анатомической Аномалии Если Мы Посмотрим На Левый Снимок Левую Картинку И Вспомним Собственно Говоря О таком Процессе Как Эмброгенез То Мы Вспомним Что Яичко Спускается В Мошонку По Направляющей Связки Так называемая Связка Она Называется Губернакулем Тестис Да И Она Фиксирует Нижний Полюс Яичко К стенке В общем Собственно Говоря Вот Этого Мешка Да Мошонки Если Этой Связки Нет По Каким То Причинам Да Может Возникнуть Так Называем Деформация По Типу Языка Колокола То Что У нас Показано На Среднем Изображении Да Когда У нас Вот Эта Зона Прикрепления Яичка Собственно Говоря Семеновому Канатику Она Очень Узкая Да И В этом Месте Может Произойти Перекрут Вот Этих Структур Семенового Канатика Как И Показано Вот Собственно Гра На Правой Картинке На Правом Изображении Внутри Влагалищный Слово Звучит Мы В Взрослые Урологи Имеем Дело С Перекрут То есть Когда У нас Происходит Перекрут Яичко Вместе С Наружным И Внутренним Листком Влагалищной Оболочки Но Он Происходит Исключительно У Новорожденных Да То есть Детей Вот Самого Такого Возраста Вот Поэтому Взрослые Урологи Этого Не Видим Да Поэтому Все Наши Перекруты Они Внутри Влагалищные Вот Ну И Еще Одна Картинка Которая Показывает Вот Собственно Говоря Вот Эту Деформацию По типу Языка Колкова Да На рисунке Б И Плюс Достаточно Редкая Ситуация Когда На рисунке С Показано Когда У нас Имеется Такой Длинный Мезорхи Да Мезорхи Это Вот Зоны Между Придатком И Яичком И В этой Зоне Тоже Может Происходить Перекрут Вот Я Никогда Не Видел Это Крайне Редкая Ситуация Но Теоретически Такое Тоже Возможно Ну И Собственно Говоря Как мы Видим На УЗИ Вот Эту Деформацию По типу Языка Колокола Слева А справа На фоне Гидроцели На фоне Водянки Яичко Мы Видим Как Обычное Яичко Прикреплено К стенке Мошонки Да И мы Понимаем Что В такой Ситуации Справа У нас Перекрут Яичко Он Просто Невозможно У нас Нет Этой Ножки На которой Который Он Может Закрутиться Ну И Как Собственно Говоря Яичко С Перекрутом Выглядит На Операции И Соответственно Еще раз Повторюсь Что Отсутствие Кровотока В яичке Говорит О Наличии Перекрута Вот Картинка Справа Она Очень Четко Это Показывает То Мы Видим Кровоток В Тканях Мошонки Вокруг Яичко Но При Этом Ни Одного Сосуда В Самом Яичко Опять же Повторюсь У нас Есть Второе Здоровое Яичко Всегда С Которым Мы Можем Сравнить Состояние Сосудов Состояние Кровотока Ну И Что касается Направлений Перекрут То Вот Исследование Вот Видите 81 Пациент Вот Ватеральную Сторону 46 Процентов Медиальную Соответственно 54 То есть Практически 50 На 50 То есть Яичко Может Закручиваться Как По Часовой Там Как Против Часовой Стрелки Вот Но При Выполнении Ультраускового Исследования В Принципе Мы Проводя У Датчик Сверху Вниз Снизу Вверх Вдоль Семенного Канатико Выше Яичко Мы Можем Собственно Говоря Определить В какую Сторон Произошел Перекрут И Попытаться Это Яичко Раскрутить В обратную Сторону Аккуратно Аккуратно До Операции Хотя В любом Суча Нужна Операция Нужна Ревизия Органов Мошонки Она В общем-то Крайне Незамысловата Само Себе И Выполняется Кроме Исправления Перекрута Выполняется Нефроплексия То есть Мы фиксируем Яичко В нормальном Положении Чтобы не Повторился Перекрут Вновь Ну И На этих Слайдах Мы Видим Уже Изменения Которые Возникают После Перекрута Да У таких Пациентов Я К сожалению Видел Неоднократно То есть Яичко Уменьшено В размерах Оно Такой Неоднородной Эхоструктуры С участками Пониженной Повышенной Эхогенности Кальцинатами Вот Ну И Как правило Мы Таких Пациентов Госпитализировали Для Удаления Вот Этого Атрофированного Яичко Травмы Яичко Ну Собственно Говоря По Анамнезу Да Можно Заподозрить Что Случилось Потому Что Оно Возникает Естественно После Какого-то Травматического Раздействия Ну И На УЗИ Мы Можем Увидеть Разможение Ткани Яичко Слева Да С Разрывом Ткани Яичко Можем Увидеть Гематоцелия Нарушение Белочной Оболочки Яичко То Все Это Можно Ну И Прежде Всего Конечно Еще Раз Повторюсь Анамнез То 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 Травму Яичко Уже Можем Без УЗИ Заподозрить Вот И Еще Один Повод Для Болев Мошонки Да Это Перекрут Привеска Видите Тут Может Быть И Жиральдинов Орган Да Как Показано На Картиночке Слева Аппендикс Аппедидемис Вот То Всего Вот Несколько Видов Существует Но Во взрослом Возрасте Мы таких Пациентов Уже Не Видим То Подавляющее Большинство Этих Перекрутов Происходит У детей Да И Вот Собственно Горя В основном Это Дети В возрасте Семьи Там 14 Лет Вот Как Правило Лечение Введение Таких Пациентов Консервативное То Их Не Оперируют Вот Ничем Этот Перекрут Не Грозит В общем То Заканчивается Все Благополучно И без Операции И Характерным Симптом Является Вот Так Называем Blue Dot Sign То Симптом Синей Точки То Через Кожу Как Показано На Фотографии Просвечивает Ишемизированный Перекрученный Придаток Аппендикс Скажем Так Ну И Последняя Самая Короткая Часть Это Боль В половом Члене Вот В большинстве Случаев Эти боли Связаны С наличием Болезни Пейрония Могут Быть Боли На фоне Уретрита На фоне Камни Уретры Инородного Тела Ну Перелом Получлена Бывает Да Ну Кавернит И Приопизм Ну Нужно Сказать Что То Что касается Болезни Пейрония Это Относительно Распространенное Заболевание Связано Оно Соединительной Ткани Да Со Слабостью Кулагена Это По сути Дело Врожденное Состояние И На фоне Вот Этой Слабости Кулагена Возникают Микронадрывы Белочные Оболочки То есть Оболочка Покрывающая Персеристые Тела Микронадрывы Которые В итоге Приводят К воспалению И в конечном В итоге К формированию Бляшек Белочные Оболочки С нарушением Эластичности И В итоге Может возникнуть Искривление Полового Члена Лечение Здесь В общем-то И только Хирургическое То есть Если мы Имеем Стойкое Искривление Без признаков Активного Воспалительного Процесса То мы Можем Продолжить Операцию По пластике Белочной Оболочке Для того Чтобы вернуть Члену Относительно На нормальную Форму Вот Ну Уретрит Соответственно Сопровождается Выделениями И резями При мочеиспускании Камень Инородное Тело Уретры В общем-то Характерно Для Этого Состояния Симптом Закладывания Когда у нас Внезапно Вдруг Нарушается Нормальное Мочеиспускание То есть Вот только Вчера Буквально Все было нормально Вдруг Вот сегодня Резко затруднено Моча идет Еле-еле Практически По каплям Вот В такой ситуации Можно заподозрить Ткани Мочиспускательный канал И в принципе Его можно Выявить При УЗИ То есть Практически Вдоль всего Мочиспускательного Канала Мы можем Исследовать С помощью Ультразвука Перелом Плоочлен Опять же Очень Легко Диагностируем Состояние То есть Во время Плоакта Возникает Перегиб Плоочлен С разрывом Белочной Оболочки Резкая боль Иногда Хруст Слышен Да Увеличение Резкое Увеличение Размеров Получлен За счет Гематомы Да И в общем-то Как правило Диагностика Она не представляет Трудности На УЗИ Мы также Можем Увидеть Дифферт Белочной Оболочки Кавернит Состояние Которое Практически Сейчас Не наблюдается То есть Это Воспаление Пещеристых Тел Связанное Как правило С введением С инъекциями То есть Инъекционное Введение С помощью Иглы Вазоактивных Препаратов Для Вызывания Эрекции Скажем так То есть Это препараты Каверджек Эдекс Были Всевозможные Миксы Продавались Там Тримикс Был Такой Набор Продавался За 500 рублей Шприц В разных Клиниках 90-х Года Но Вся эта история Она ушла в прошлое И сейчас Кавернит Практически Никогда Не наблюдаются Почему Потому что С тех пор Как изобрели Виагру И аналогичные препараты В общем-то Проблема Лечения Эректильной Дисфункции Она по сути Решена То есть Мы Вот этот этап Введения Каких-то препаратов Непосредственно В пещере Пропускаем Потому что В большинстве Случаев Пациенты Пользуются Таблетками То есть Это Виагра Сиалис Левитра И так далее И Пользуются Ими годами И этого Достаточно Если они Перестают Работать То Речь Может Ити О Протезировании Полового члена А Собственно Вазоактивные Препараты Практически Никто Сейчас В пещере Сто Тела Не Вводит Поэтому С кавернитами Практически Не Встречаемся Ну и Последнее Достаточно Редкое Заболевание Это Приопизм То есть Это Не связанная С плавовым Возбуждением Эрекция В большинстве Случаев Связанная С Тромбозом В пещеристых Телах Тоже Не представляет С собой Трудности Диагноз Ставится На основании Анамнеза Если у нас Возникает Эрекция Длится Больше Шести часов Есть Отсутствие Кровотока При УЗИ То В общем-то Здесь требуется Уже Оперативное Вмешательство То есть Сам собой Не проходит Вот Очень часто Бывает У Наркоманов В том числе У героиновых Наркоманов У пациентов Сеповидно-клеточной Аномии Вот При У пациентов С лейкозом С лимфолейкозом Вот То есть Это В общем-то Достаточно Редкая Патология Ну И в качестве Иллюстрации Да Хочется Привести Во-первых Ультразвуковую Анатомию Получлена То есть Мы видим Снорсальные И с Вентральной Поверхности Мы четко Различаем По Учлене Три Образования Это Правое Левое Пещеристые Тела Мочеспускательный Канал Да Или Спангиозное Тело Губчатое Тело И на Нижних Снимках Вы Видите Собственно Горя Бляшки При Болезни Пейроди Они могут Быть Небольшого Размера Единичные Они могут Быть Такие Сливные И протяженные Как На Правом Изображении Вот Но В общем-то Их Достаточно Легко Выявить И Померить Их Размеры Расположение И так Далее И Пожалуй Последнее О чем Есть Смысл Рассказать Это Так Называемый Собственно Горя Флебит Воспаление Дорсальной Поверхностной Дорсальной Вены Плавого Члена То есть Да Когда У нас Вена По Версней Поверхности Плавого Члена Становится Плотной Болезненной Да Уходит На Лобок И Вот Этот Флебит Он Имеет Название Флебита Мондера Вот Флебит Мондера Могу Сказать Что Я В Своей Жизни За 22 Года Видел Такое Состояние Дважды Вот В Литературе Нигде Не Описано Что С Этим Делать Я Обращался К Сосуденным Хирургам Они Говорили Что Назначить Прадаксу Или Плавикс То есть Какие-то Препараты Для Разжижения Крови В общем-то Но Могу Сказать Что Без Всякого Лечения Это Состояние Проходит Самостоятельно И В общем-то Никакой Опасности Не Представляет Хотя В общем Это Может Быть Повод Задуматься Почему У этого Человека Именно Возникло Такое Необычное Воспаление Вены Но Еще раз Повторюсь За 22 Года Я Видел В Своей Жизни Два Раза Только Такое Состояние Очень Редко Бывает Изображение Болезни Пейрония Это Большие Бляшки По Верхней Поверхности Пещеристых Тел По Нижней Поверхности С правой Стороны Имеют Такой Характерный Вид Как Гиперохогенное Образование С Акустической Тенью Недавнее Наблюдение Тоже Резко Затрудненная Мочь Испускания У пациента После Катетеризации Достаточно Сложный И В итоге У него Вот Он был у меня На приеме Я Видел Такое Образование В Средней Части Скажем Такого Ретро На границе Уже Вот Ну Скорее Так Скажем В Бульбозном Отделе Уретро Вот Которое Вот Это Образование Оказалось Частью Уретрального Катетера Который Был Установлен Потом Как-то Неаккуратно Его удалили И вот Часть Катетер Осталась Уникальная Ситуация Но Такое Тоже Бывает Поэтому Мы Должны Быть Как Клиницисты Как Врачи Должны Быть Готовы Ко Всему Для Тех Кто Интересуется Ультразвуком Я Хочу Посоветовать Наверное Из Всего Многообразия Литературы Которая Существует На данную Тему Наверное Самые Главные Книги Во Первых Это С правой С другой стороны Это Карл Рамак Эль Румак Это Двухтомник Который Уже Сейчас Вышло Пятое Издание Здесь Показана Обложка Четвертого Крайне Приятная Симпатичная Монография Написана Очень Хорошим Языком Сделана Хорошей Командой Не Нужно Бояться Английского Языка Даже Если Вы Не Очень Им Владеете Начинайте Читайте Потому Что Эти Книги Они Пишутся Не В расчете На Англоязычную Аудиторию Они Пишутся Все Таки В расчете На Мировую Аудиторию Скажем Так И в том Сле На Нас С вами Поэтому Они Написаны Как Правило Очень Простым И Доступным Языком И Даже Начав Переводить Со Словарем Вы Достаточно Быстро Перейдете К Пониманию Того Что Там Написано Без Словаря Вот Содержит Огромное Количество Иллюстрации Иллюстрации В ультразвуке И вообще В медицине Они крайне Важны Потому Что Еще раз Повторюсь Ультразвук Это Поиск Ожидаемого То есть Вы Когда Подозреваете Какое-то Заболевание Вы Должны Понимать Что Вы Можете Увидеть В Такой Ситуации Поэтому Врач Который Использует Ультразвук Он Должен Быть Насмотренным Так же Как Музыкант Должен Быть Наслушанным Дописатель Начитанным Врач Который Делает УЗИ Должен Насмотрен Он Должен Видеть Разные Картинки Что Бывает Внимательно К них Глядываться Потому Что Наша Визуальная Память Она На самом Деле Прекрасно Работает Если Вы В своей Жизни Увидите Какую-то Картинку Необычную Очень Вероятно Что Вас Всповет В памяти Что Это Может Быть Книга Которая Является Вот С левой Стороны Это Практически Ультразвук Урологии Это Пэт Фолджем Это Вообще Главная Книга Для Изучения Ультразвука Урологами Вот Пэт Фолджем Это Очень Известный Доктор Который Занимается Ну В хорошем Смысле Слово Пропагандой Пропагандой Ультразвука Клинического Ультразвука Для Урологов Он Читает Курс По Однодневный Курс По Ультразвуку Для Урологов На Ежегодные Митинги Американской Урологической Ассоциации Вот В Прошлом Году В Сан-Франциско Вот Перед За день До начала Конференции Такой Проводился Мастер-класс Длился 12 часов С 6 утра До 6 вечера Я Будучи Тоже В Сан-Франциско На этой конференции Я честно Говорю Очень загорелся Идея Попасть На этот Мастер-класс Но Мой энтузиазм Он Быстро потух Потому что Во-первых Не было места Но дело Даже не в этом Самое главное Стоимость Участия В таком Мастер-классе В однодневном От Пэта Фолджима Стоимость Этого Участия Составляла 2800 Долларов То есть Это такая В общем-то Сумма Очень серьезная Я думаю Что Либо докторам Это кто-то Оплачивает Либо Это действительно Имеет Какое-то Значение для врача Иметь возможность Повесить В кабинете Сертификат Что я Проходил обучение Угуру У самого Главного Специалиста По ультразвуковурологии Вот У Пэта Фолджима Вот Но книга На самом деле Очень хорошая Очень удобная Очень доступная Компактная И вот В 2018 году Вышло второе Издание Которое здесь Представлено Вот он Так называется Практически Ультразвук Урология Как дополнение К этой книге Я могу посоветовать Вот книжку Москва Ли Мартина Атлас Ультразвука В андрологии Урологии И нефрологии Вот Замечательный Как бы Хрестоматия К учебнику Как в школе У нас был Учебник Был хрестоматия По литературе Здесь то же самое То есть Есть Практическое руководство По ультразвуку И По сути Атлас Атлас Так и называется Атлас Ультразонография В урологии Андрологии Нефрологии И отдельно На узкую тему Книга Это вот Ультразвук Яичек Для андрологов Я и пользовался Для подготовки Лекции По ультразвуку Органах Машонки Тоже могу посоветовать Если вы интересуетесь Этой темой Если вы себя считаете Андрологом Тоже Не бесполезно Будет с этой книгой Ознакомиться Традиционно Оставляю свои контакты Если у вас Есть какие-то вопросы Если есть желание Обратиться за консультацией Пожалуйста По WhatsApp По телефону Просто По электронной почте Можете обращаться Пользоваться Всегда буду рад помочь И напоследок Завершая все Каждый раз Эту лекцию Еще раз повторюсь Эту лекцию Читаю каждый месяц Для амбулаторных Хирургов В конце Всегда говорю Что Посмотрите на этого персонажа Я хочу пожелать Всем нам Коллегам Чтобы у нас в руках Были хорошие инструменты Если не из валерийской стали То хотя бы японского Или американского производства Желательно Относительно новое Чтобы у нас Был такой же ясный И светлый ум И интеллект Ну и чтобы мы могли Всем этим Пользоваться Умели хорошо воспользоваться На благо наших пациентов Ну и на благо наших Собственно говоря Семей Так что Успехов И давайте будем здоровы Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому